Борис Альбертович, расскажите о Ваших впечатлениях. Мы вчера побывали на Одесском припортовом заводе в Порту-Южный. Что Вы для себя увидели интересного? Каково Ваши впечатления? Ну, смотрите, давайте для начала расскажу, какая была вообще задумка и чья это была инициатива этой поездки, нашего выездного заседания. Так получилось, что у специальной контрольной комиссии по приватизации Верховной Рады 4 человека из Одессы могут себя связывать с Одесским регионом. Я имею ввиду Геннадия Чкиту, Павла Унгуряна, Константина Русова и Антона Кисе. Эти депутаты в первую очередь хотят отстаивать интересы Одесского региона, а с учетом большой приватизации, которая продекларирована президентом и правительством, Одесский припортовый является фишкой голубой номер один в рядущей приватизации. Поэтому одесские депутаты очень сильно просили нас, меня как председателя коллег, чтобы мы сделали выездное заседание, посетили предприятие и сформулировали требования парламента в будущей приватизации этого предприятия. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу так, что меня больше всего на заводе, конечно, поразила чистота и цветы. Колоссальное химическое производство, трубопроводы, колонны, синтеза. И при этом все очень чисто, ни окурков, ни грязи, ни пыли, везде цветы, клумбы. Очень доброжелательный, профессиональный персонал. Ну, знаете, в обывательском таком понимании любое производство, крупное, промышленное, особенно химическое, это грязь, вонь, проблемы какие-то. А здесь, конечно, такое ощущение, как попал на какую-то космическую базу. Это так. Частное мнение. А в Порту вы были? В Порту были, конечно. Ну, мы, получается, после одесского припортового завода поехали в Порт Южный, там у нас был третий, рассматривался вопрос повестки дня. Там нас встретили, перевезли на буксире через залив, отвезли в здание управления порта, и там у нас было еще отдельное обсуждение и отдельная дискуссия. Расскажите, пожалуйста, о том, что решили по припортовому заводу. Ну, смотрите, по припортовому заводу, вот я просто объясню, чтобы вашим зрителям было более понятно, что такое специальная контрольная комиссия Верховной Рады, которая возглавляет. Это парламентский комитет, который действует на основании отдельного закона и который занимается контролем и приватизацией. То есть мы не можем указывать правительству, это продавать или не продавать, но мы следим за приватизацией, за ее условиями, за ее результатами, чтобы максимально были соблюдены государственные интересы. Одесский припортовый завод выставлялся на продажу, если вы помните, несколько раз. Последний раз, по-моему, это был 2009 год, но не получилось, в общем, хотя отдавали, по-моему, 629 миллионов долларов, какая-то такая была цена. Вопрос этот больше политический, то есть на нем пытались, так сказать, проехаться все, кому не лень. Поэтому сейчас принято решение у руководства государства выйти в большую приватизацию, при этом максимально честную, открытую и прозрачную. А мы, со своей стороны, как парламентский орган, должны за этой приватизацией следить и контролировать. Что получается дальше? То есть, это решение принято на уровне правительства, на уровне президента. Правильно или неправильно? Мы можем поговорить отдельно. Почему? Потому что я возглавляю специальную контрольную комиссию, как представитель оппозиции. Но только не оппозиционного блога, который на самом деле является просто-напросто, так сказать, перекрасившейся бывшей властью. А именно проукраинской правой оппозиции, которая не считает правильным то, что делает в настоящий момент правящая коалиция. Поэтому я возглавляю эту комиссию как представитель оппозиции. И этот орган всегда возглавляли представители оппозиции. Могу сказать так, что наша комиссия будет рекомендовать фонду госимущества. И сегодня мы это озвучим решение. Первое. Если они все-таки решают продавать припортовый завод. Первое. Это нужно соблюсти условия максимальной гарантии для сохранения социальной сферы, которая есть на припортовом заводе. Второе. Одесситов очень сильные жители регионов волнуют вопросы экологического контроля. Чтобы в случае после продажи предприятия не возникли проблемы экологического характера. И третье. Мы будем рекомендовать фонду госимущества при поиске покупателей, чтобы покупатель имел возможность доступа к рынку дешевого газа. Потому что производство и рентабельность предприятия зависят в первую очередь от рынка дешевого газа. Вот это как бы три рекомендации. В принципе фонд госимущества нас услышал. А условия конкурса, как будет продаваться завод, за какие деньги, это уже будет делать фонд госимущества. Единственное, мы будем за этим вопросом следить, поскольку нам не надо так, чтобы как первый раз была продажа Криворосстали. Под конкретного покупателя за три копейки. Потом скандал, вторичная продажа. То есть Одесский припортовый должен стать примером открыто-честной приватизации с соблюдением, опять же, интересов жителей региона и работников, работающих на предприятии. Целесообразность была обозначена тем, что завод якобы убыточный. Но вы понимаете, что он не убыточный? Ну, смотрите, я как бы не делал дюдилиженс завода, грубо говоря, экономического его состояния. Могу сказать так, что цена, вернее, не цена, а прибыльный завод напрямую зависит от стоимости газа. Стоимость газа привязана к стоимости нефти. Поэтому сейчас, как бы, с учетом мирового падения цен на нефть, как бы цена на газ, она другая, чем была, например, там, допустим, даже год назад. Поэтому, скажу вам так, я бы не рассматривал продажу завода в связи с его убыточностью или неубыточностью. Правительство и президент рассматривают приватизацию через призму того, что частный собственник всегда эффективнее государства. Это раз. И второе, через призму того, что нужны деньги в условиях войны. Я вам скажу, у меня чуть-чуть другое мнение, как у представителя оппозиции. То есть я не считаю правильным и временным моментом, чтобы в условиях войны распродавалось государственное имущество. И вчера я об этом говорил вашим коллегам, не знаю, были ли вы, нет. Лично у меня есть когнитивный диссонанс. То есть когда Петра Алексеевича спрашивают и говорят, а что вы не продаете свой кондитерский бизнес? Он говорит, так войнаш никто не покупает. И тут же они берут, распродают государственное имущество, в том числе такое эффективное, как припортовый завод. Но возвращаясь к функциям комиссии, то есть мы не можем сказать, не продавать. Мы можем только проконтролировать, чтобы это было продано максимально открыто, публично, честно, за большие деньги. А так мы не можем запретить, как комиссия фонду продавать или нет. Другое дело, что когда правительство будет вносить соответствующий закон в зал, в котором в том числе будет упомянут завод, как предлагаемый к продаже, проголосует зал или нет, я имею в виду весь парламент, это другой вопрос. Мое мнение, я буду голосовать против. Почему против? Потому что надо сначала порядок навести в государственной сфере и нормальный поставить менеджмент. Я не говорю, я не даю никаких оценок руководству завода, я не знаком с этим. Я говорю вообще о принципах, которые как бы должны быть. А уже потом заниматься продажей. Ну у нас просто есть большая, так сказать, грузинская диаспора, которая сейчас внедрена в вертикаль нашей власти. И она настаивает на том, что нужно все распродавать, как в Грузии. Ну, может они правы, может и неправы, время покажет. Поэтому я не хочу оценивать профессионализм всех тех деятелей, которые сейчас сюда привлекут. Ну, это ж такое дело. То есть, для меня лично странно, меня подвергают по этому поводу критики сейчас, но я не понимаю, почему в 45-миллионной стране нельзя найти нормальных людей. Молодых, образованных, не знаю, до 40. Сделать им социальный лифт, чтобы они работали. Или давайте бегать по всему миру, собирать отстаной козы барабанщиков. Ну, это такое дело. Поживем, увидим. Градийский препортовый сход – это как раз один из таких примеров эффективного государственного управления. Вернее, это то, где нормальный менеджмент. И кадровые вопросы там на самом деле решаются очень серьезно. Там воспитываются кадры с самого начала, фактически со школьной скамьи туда приходят люди. Да, мы убедились в этом. И на заводе этому вопросу уделяется внимание. Что насчет кадров? И что насчет того, как вы сказали по поводу смены руководства? Не спровоцирует ли приватизация смену руководства? А, к сожалению, складывается у нас такая ситуация, и мы в городе Южном это прекрасно знаем, что гарантия стабильности и спокойствия у нас директор Одесского препортового завода. Ну, смотрите, я же не знаком с директором Одесского препортового. Может быть, он в городе Южном является гарантией стабильности и спокойности. С другой стороны, является местным, так сказать, уважаемым человеком, лидером общественного мнения и прочее. Естественно, что любая смена собственника – это условно какие-то потрясения, какие-то изменения и прочее. Собственник будет принимать решение. То есть, если ныне действующий директор портового завода, а он, я так понимаю, уже больше 20 лет является директором этого предприятия, является эффективным руководителем, то почему бы новому собственнику, который придет и купит это за большие деньги, и, например, не оставить эффектного руководителя. Мы знаем огромное количество таких примеров, когда после продажи или во время каких-то, допустим, там, частных выкупов и менеджмент предприятия, и трудовой коллектив, допустим, там, не знаю, на какую-то небольшую долю, но являются акционеры. Обычный пример, допустим, все говорят про приватбанк, принадлежит олигархам, но, условно, особо никто не знает о том, что руководители приватбанка, нанятые менеджеры, в том числе на уровне руководителей управления, являются акционерами банка и получают очень большие дивиденды и бонусы по итогам финансового года. То есть они все фактически являются совладельцами банка, но, наверное, на небольшой какой-то пакет. Поэтому я не могу говорить, будет уволен директор предприятия, не будет, это решает новому собственнику. Но, насколько я, допустим, наслышан и насколько нас заверял фонд государственного имущества, именно к продаже одесского припортового будут относиться очень бережно. И, в том числе, при поиске потенциальных покупателей будут проводиться соответствующие консультации, для того, чтобы все эти вопросы максимально учесть. Поэтому тут, в том числе, я вам скажу, и ваша задача, и задача общественности, я не знаю, и городских властей, и города Южного, максимально принять участие, в том числе, в подготовке этого конкурса, и в том, чтобы все требования в будущем были учтены. Ну, вот, например, опять же, наши одесские депутаты из моей комиссии, из нашей комиссии, которые выставили на повестку дня эти вопросы, они будут введены в конкурсную комиссию по продаже одесского припортового с правом дорадчего голоса, и будут, как бы, осуществлять контроль за продажей. Я думаю, а, вот еще. Насколько я слышал, вчера тоже было принято решение, в эту комиссию будет введен председатель профсоюзного комитета одесского припортового завода. Ну, он тоже каким-то образом должен будет выражать, так сказать, вот, пусть ставят в будущем покупателю условия. То, что касается порта Южной, вчера планировалось, что будет дискуссия, что являлось предметом дискуссии по поводу порта Южной? Ну, смотрите, как бы, если в Одесском припортовом у нас прошло очень все конструктивно, то в порту возникла такая не очень понятная ситуация, то есть, знаете, у производственников, например, у, так сказать, особенно бизнесмены, у них такое ощущение, знаете, что депутаты приехали, они там типа с космоса, то есть они не соображают, по земле не ходят ногами. С учетом того, что у нас в комиссии все почти, это либо бывшие предприниматели, либо люди, вышедшие из промышленности, то нам не надо рассказывать за советскую власть и как нам тяжело живется частным стивидорным компаниям. Поэтому у нас была ситуация очень простая. То есть мы считаем, комиссия специально контрольная о том, что раздача государственной собственности, дессистемная в аренду, которая происходила в районе порта, я не хочу говорить за порт Южный, я говорю вообще за ситуацию в морской как бы отрасли, она неправильная. То есть никто не хотел брать в аренду целостные мощные комплексы, все пытались по договорам аренды какие-то набрать куски, потом что-то слепить, недоплачивали. То есть на самом деле мы не хотели никого осуждать, мы не хотели, грубо говоря, искать виноватых. Мы просто хотели отфиксировать, что тенденция в области припортовой, она неправильная, ее надо менять и переходить на концессию. А нам, так сказать, все участники рынка попытались доказать оправданное и изобразить из себя нечастных, что они наладили, все построили, все, так сказать, облагородили. Но только, получается, они все построили, облагородили, порты не проданы, а фактически их нет. Поэтому, ну, когда нам начали как бы рассказывать сказки Венского леса, то в результате участники рынка, частности Ведорной компании, вместо того, чтобы получить общую политическую оценку, они получили в результате этого дополнительную проверку. Сейчас мы будем поднимать все договоры аренды, будем проверять региональные фонды госимущества по Одесской области, будем непредетально разбираться, каким образом так получилось, что даже когда смотришь на карту, получается, вся припортовая территория, на ней просто она вся разорвана вот кусками и везде как бы все это застроено. Я, опять же, не хочу говорить, мы максимально будем интересы частных инвесторов поддерживать, мы прекрасно понимаем, что люди вложили денег, создавали рабочие места и прочее, 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 прочее. Ну, только они в ущерб интересам государства. Что такое концессия для Порта Южной? Насколько мне известно, там эти процессы будут происходить по ускоренной схеме. Ну, смотрите, концессия действительно, опять же, тут нельзя винить, допустим, там Одесский региональный фонд госимущества, нельзя винить частные компании, то есть они действительно хотели, может, кто-то и пытался взять в концессию, но там надо куча получить всяких документов, была и большая вина, в том числе центральных органов власти, все. Ну, по ускоренной процедуре никакой пока речи нет, не может быть, но мы как комиссия, мы соблюдаем баланс. Это не значит, что мы пришли, там, виноватых нашли, сейчас наказали, в общем, за все хорошее, против всего плохого, мы типа, знаете, как шариков. То есть мы услышали инвесторов, они нам попытались рассказать о том, какие они несчастные. Сейчас мы разберемся, на самом деле они несчастные или нет. С другой стороны, мы их услышали в том, что законодательно концессия требует дополнительного урегулирования, и мы будем в том числе помогать депутатским корпусам эти вопросы максимально ускорить и решить, так сказать, придать им новый импульс. А условия концессии? Условия концессии мы же этим не занимаемся. Конечно, условия концессии, это все должно назначать соответствующие полномочные органы. Поймите правильно, мы, как комиссия, ничего не назначаем, мы не продаем, мы не покупаем и мы, условно, не определяем цену. Мы, как парламентская комиссия, контролируем, чтобы был соблюден государственный интерес и контролируем принципы, в первую очередь. Давайте не забывать, что в нашу комиссию уходят все фракции. Вот так. Ну и заканчивая, как у вас впечатление о дороге? Вы прошли такими предприятиями хорошими, как у нас, как вы оценили? Без комментариев, то есть это, конечно, ужас. Это ужас, но только мы вчера встречались с губернатором, он как бы говорил, что он уделит этому очень большое внимание, но у него вообще планы, как бы громадье, то есть он собирается чуть ли не строить дорогу Рыни-Бухарест, это, правда, миллиардные инвестиции, ну дай Бог, если он найдет под это деньги. Ну, я прекрасно понимаю, что кроме, так сказать, больших инфраструктурных процессов, не процессов, а проектов, необходимо в том числе и обращать внимание на обычные дороги, по которым люди каждый день ездят на работу. Но это ужас, конечно. Это ужас. Но я вам скажу, вас, можно, если это вас успокоит, то вы, во всей стране тоже не вы одни в такой ситуации, я вам скажу, я сам из Днепропетровска, чтобы доехать до Одессы, это невозможно. Между Баштанкой и Казанкой дороги нет вообще. 500 километров надо ехать 9 или 10 часов. Это кошмар. Мы посмотрим, мы со всеми должны справиться. Продолжение следует...